ну что всем привет давно не снимал я видео в общем то опять я в аэропорту прошел через duty free так называемый очень ничем не не удивили никакими новыми парфюмами обычно когда я куда-то лечу я всегда захожу посмотреть какой-нибудь парфюм что-то как-то ничего нового мне не показали особенно в общем-то куда собрался я в этот раз в этот раз я собрался наконец-таки дорвался я много лет я уже думал и в итоге вот я все-таки дорвался до этого города чтобы его посетить казань короче лечу сегодня я в казань ну во первых конечно посмотреть что это за город все что-то его так нахваливают третья столица плюс еще дешевые билеты что-то лежали в общем как-то карты все сошлись и я решил все-таки не упускать эту возможность и слетать но помимо просто туристического ознакомления есть у меня там еще одна так сказать миссия нас 102 ворота 1505 вылет посадка заканчивается мне уже пора идти в общем по прилету расскажу подробнее история моей бабушки в общем и моего деда прадеда моего прадеда в общем по прилету все расскажу покажу потому что сейчас некогда добрый добрый день Продолжение следует... Прилетел я, в общем, в Казань. Вкратце скажу по перелете. Прилетел аэрофлотом. 3000 обошлись мне билеты. Туда-обратно. Ну, имеется в виду 1500 в один конец. Сел, в общем-то, на общественный транспорт. Решил попробовать проехать на общественном транспорте. И посмотреть заодно, что это такое. В общем-то, вот такие билеты выдали. Уже не помню, когда в последний раз я видел такие билеты. Ну, в итоге, как бы, по приезду в Казань, там, бульвар Победы, проспект Победы. И там уже оттуда я на метро поеду. Заценю заодно метро. Доеду до Кремля. Кремлевская станция. И там уже у меня где-то рядом с улицей Бамуна находится хостел. Народу что-то как-то мало. Как будто бы сейчас в Москве 12 часов ночи. Ну, видно, не особо пользуется спросом. Или, может, население такое не такое, как в Москве. Ну, тут всего одна ветка, метро. В общем, народу как-то не особо. Ну, и ждать приходится минут 10, наверное, каждый поезд. Ну, что, центр города Казани. Кремль. В общем-то, я и добрался до сюда. Давно-давно хотел побывать здесь. В общем-то, вот, дорвался. Посмотрел уже метро казанское. В общем, как и сказал, по приезду, вот, хочу рассказать историю моего деда. Это, получается, прадед мой. Отец моей бабушки. Значит, в 37-м году, когда бабушке моей было 7 лет, ее отца, как и многих людей, забрали, так сказать, без суда и следствия. В общем-то, и, в общем-то, бабушка долгое время не знала, что произошло с ее отцом. В общем, бабушка осталась с двумя младшими братьями и матерью. Мать впоследствии умерла через 2 года, как отца забрали в 37-м году. И, собственно говоря, осталась она сирота, моя бабушка с двумя младшими братьями. Прошло почти, получается, ну да, 60 лет, чуть больше 60 лет, прежде чем бабушка узнала, что произошло с ее отцом. В общем-то, она, получается, подала заявку в татарские органы города Казани. Это прокуратура, в общем, ФСБ, да, можно так сказать. Вот, значит, получается, в 2000 году она подала заявку. У меня, думаю, документы имеются вот при себе. Значит, вот, направляется под ведомостью заявление Павлова, это моя бабушка. Так, у нее фамилия была Родионова, но в итоге она была вынуждена сменить фамилию. Значит, по вопросу получения сведений о дальнейшей судьбе отца Родионова, архивное уголовное дело, вот, находится на хранении КГБ, находилось. В итоге ей пришел ответ, через некоторое время ей, значит, пришел ответ, что Родионов Иван Васильевич, 1895 года, рождение, выраженец, значит, татарской АЭС, был арестован 11 октября 1937 года и постановлением тройки НКВД, татарской СССР от 21 ноября 1937 года по обвинению в антисоветской агитации, репрессирован к расстрелу. Расстрел приведен в исполнение 23 ноября 1937 года, то есть после, то есть два дня, да, получается, после суда на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года, в общем-то, о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х годов, начало 50-х годов, Родионов, как жертва политических репрессий по заключению прокуратуры Республики Татарстан от 23 мая года 1989, реабилитирован. То есть прошло 50 лет, больше 50 лет, прежде чем моего деда реабилитировали. Дальше ей пришло письмо моей бабушке в 2000 году, в том же 2000 году. Следующее письмо, значит, это тоже с прокуратуры в Казани, что на ваше обращение в прокуратуру Татарской Республики с просьбой рассказать о дальнейшей судьбе вашего отца Родионова Ивана Васильевича сообщаем, что согласно приговору тройки НКВД, тройки НКВД это трой человек приговаривали его, 21 ноября был расстрелян в Казани, в городе, и похоронен на Архангельском кладбище города. 30 октября 1998 года на этом кладбище был установлен мемориальный комплекс в память всех жертв политических репрессий, расстрелянных в 30-40-х годах в городе Казани, впоследствии реабилитированных. Среди тех, чьи имена выгравлены на памятных стеллах комплекса, есть и имя вашего отца. Павлина Ивановна, примите наше искреннее сочувствие по поводу трагически сложившейся судьбы Ивана Васильевича, так звали моего деда. В общем-то, на этом кладбище должно быть высечено его имя на мемориале. Вот сегодня у меня не получилось, к сожалению, попасть туда. Кладбище закрыто. Думаю, ближе как получится, вот завтра, может быть, постараюсь сходить туда и посетить цветы, так сказать, посетить это место. Вкратце о том, что говорила бабушка по поводу этого, почему забрали деда. Просто, как и большинство людей, по доносу, по какому-то ложному доносу. Вообще в тот год, 37-й год, там, получается, в Татарстане здесь было репрессировано к расстрелу 8300 человек. Уколо того, 8300. Из них к исполнению было приведено 8100. То есть практически все, кто был репрессировано к расстрелу, их казнили. Малая часть людей, она спаслась. Только малая часть. Это вот в 37-м году так было. Вообще, репрессированных было около больше 50 тысяч человек в Татарстане. Вот, среди них были русские. И мой дед был русский. Получается, такая была власть тогда. И, в общем, моя бабушка была вынуждена отстаться сиротой. Была вынуждена, как враг народа, потом впоследствии менять фамилию. Потому что никуда не брали. Работать было, устроиться сложно. Она была вынуждена устроиться на работу. Работать тяжелую, выполнять. И то по знакомству, так сказать, на железную дорогу. Она работала на железной дороге. Впоследствии работала на судопромышленном предприятии. Сначала в Зеленодольске, в городе Зеленодольск. Тут неподалеку находится город Зеленодольск. Я вот хочу потом посетить его. Вот. А как забрали моего деда? Вот, как говорила бабуля, что тупо по доносу какая-то вот, как она говорит, сучка там местная. Пришла просто к моему деду и сказала, ну что, Иван, пришло время как-то пожимать плоды или что-то такое. Мой дед, в принципе, не был против власти. Может быть, он что-то и сказал, как говорила бабушка. Может быть, он где-то что-то и сказал. Я не знаю. Но никаких там он не участвовал в таких мероприятиях против власти. В общем, как это происходило? В большинстве случаев просто по какому-то ложному доносу. И все. И человека забрали. И лишили, так сказать, жизни. 42 года. Мужик, так сказать, мог бы жить и жить. Но та власть, к сожалению, заставляла вот так вот людей страдать в то время. Семьи разрушала. И вот моя бабушка была вынуждена остаться с двумя маленькими детьми, братьями своими. Дальнейшую судьбу ее я, возможно, расскажу потом, когда поеду. Вот у меня в планах поехать завтра на пароме. Завтра, послезавтра, не знаю, до города, до острова Сияжск. И там дальше посетить Зеленодольск город. И уже я буду рассказывать там, может быть, бабушке, как она в Зеленодольске прожила. Тоже интересная история. Как она с дедом познакомилась. Вот. Планирую, в общем, посетить мемориал вот этот еще, да. Так что приехал я по местам, так сказать, своих предков пройтись немножко. Что сказать еще? Дед не был, кстати, какой-то там зажиточный. Своё хозяйство было там, как бабуля говорила, всего две коровы. Ну и дом какой-то там небольшой был. То есть не было, это не какой-то там буржуй или что-то такое. Работал на поле там, в общем-то, в колхозе в своем. Вот. То есть ничего такого, чтобы могло вызвать зависть, не было. То есть это, скорее всего, уже внутренняя вот эта людская приязнь. Вообще советское время у нас было очень сильно, вот это, развито друг друга стучать. Вот. Как пример могу рассказать вот историю про концлагерь, когда в концлагерях были такие ящички. И, в общем, туда можно было, ну, любой человек, там, будь-то, неважно, русский, не русский, там, много, не помню, какой именно концлагерь. Значит, ну, в общем-то, в этот ящик могли любые люди, там, поляки, неважно, кто евреи, класть туда записки и сообщать о ком-то, да, там, может быть, кто-то побег хочет совершить, может, еще что-то. Так, в общем-то, потом вот уже фашисты, вот кто этот лагерь охранял, они сказали, что больше не принимаем этих писем от советских граждан, потому что очень много было доносов на друг друга, просто вот гнали. Люди просто гнали на друг друга, то есть у людей это вот уже в крови было, это уже во время войны, да. Так вот, я про это я хочу сказать, то, что у меня лично такое ощущение, что там, может быть, кто-то его любовница была, я не знаю, там, кто это, что это за женщина, которая на него вот так вот вылила, да, из-за которого он вынужден был. Причем она же знала, что, что будет его ждать, что это как минимум ссылка, потому что если приезжает воронок, ну, то есть не я воронок, а воронок, который черный воронок, машина, да, то это значит, что все, человека как минимум заберут ссылку. И вот те люди даже, которые спаслись, там, 200 человек, они, ну, имеется в виду, там, 8400 было их приговорено, 8300, 8100 расстреляли. Все равно эти люди, кто даже и остался жив, они были в ссылке, долгие годы в ссылке. Вот, поэтому, поэтому женщина, которая делала донос на него, она уже понимала, что раз подошла она к нему, к моему деду и сказала, что пришло время, то есть она уже сообщила в одну, я так полагаю, сообщила адрес, там, все остальное, и уже понимала, что моего деда заберут, моего деда убьют. То есть представляете, какие люди тогда вот были. Хочется, конечно, верить, что сейчас таких людей у нас нету, но они есть, они в любом случае есть в нашем обществе, которые, зная, да, там, что человека будет ждать, они такое же могут совершить. Так что вот как-то так. И думаю, что это вот в нашем обществе-то все-таки не искоренилось. Вот такой слой людей, которые, как говорится, крысы, да, они есть всегда. Они есть в армии, они есть на работе, могут быть, которые любят, так сказать, подлезать место начальникам, вот, чтобы там получить какую-то должность, может быть, получить, да, вот в то время, может быть, получить место какое-нибудь партийное. Вот. Но что самое интересное еще то, что, ну, не то, что самое интересное, а, в общем-то, моя бабушка, она впоследствии была коммунистом. Она состояла в партии коммунистической. То есть она никогда не обливала грязью там свою страну, свое государство, вот этот строй социалистический, коммунистический, да. Но Сталина она ненавидела. Сталина она ненавидела, потому как, ну, понятно, отца забрали. Просто много споров ходит о том, что... Много споров ходит о том, что Сталин ни при чем, Сталин ничего не знал. Сталин как бы тут... Ну, это все там Берия, это все там НКВД, это КГБшники эти, да, НКВДшники. А Сталин типа такой золотой. Сталин молодец. Мнений много разных на этот счет. Я придерживаюсь, конечно же, тоже такого мнения, что, ну, мне слабо верится, что руководитель государства не мог знать, да, там, что от него все скрывали. Ну, это все равно, что сказать сейчас, что, да, там, Путин не знает о том, как живет с людьми в его стране. Он прекрасно понимает, и иногда сам даже говорит о том, что у нас, к сожалению, большой уровень, да, там, разницы между богатыми и бедными. Ну, я про Путина говорю. Поэтому Путин прекрасно понимает, что происходит в стране сейчас. Если говорить о том, что тогда не было интернета, и Сталин только лишь поэтому не знал, и от него все скрывали. Ну, я считаю, это просто бред. Это просто бред. Наверняка кто-нибудь, там, да подходил к нему из обычных, даже, может, каких-нибудь граждан, и просил, там, и помиловать, там, родственника, там, или еще что-то. Он прекрасно понимал. Просто тогда, в 30-х годах, как и сейчас, как и сейчас, было очень много инагентов. Советский Союз набирал силу, а за бугром люди уже, многие начинали понимать, что Советский Союз может, так сказать, чуть-чуть высоко достигнуть высоких целей, и уже создавались оппозиции, вот, и видно, было принято решение органами безопасности, органами безопасности взять под контроль население, вот. И поэтому при любой, так сказать, была чистка просто населения от инакомыслящих, тех, кто против строя, против вот этого коммунистического строя, вот. Вот, поэтому НКВД, вот, занималась такими вещами, что забирала все, кого попади, было много репрессированных и невинных людей, как сказать, уничтожено, загубленных жизней было очень много. Это примерно то же самое, если так вот взять, там, взять того же Навального, да. Очень много тех, кто за него топил, и топят, возможно, не понимая, что это за человек. Вот, и представьте, если бы, допустим, вот, у нас бы не было бы силовое государство, что бы могло бы быть, да. У нас, как бы сейчас происходит то же самое, в принципе, что, возможно, и происходило тогда. Я так думаю, я так думаю, но сейчас мы уже можем знать что-то, да, сейчас легче в любой митинг, там, узнать, где происходит, то есть, или еще что-то такое, да. Тогда органы безопасности работали по-другому, потому что, ну, мог быть просто какой-то заговор, и все. И потом, так сказать, неожиданно мог произойти какой-то переворот. Вот, и вот люди боялись, боялись, что, власть боялась, что их могут, так сказать, сверпнуть. К сожалению, к сожалению, мы ему, к сожалению, в итоге все равно Советский Союз рухнул. Вот, но кто знает, может быть, если бы не вот эта власть, как и многие говорят, что мы, может быть, и войну-то не выиграли. Кто его знает? Потому что все-таки за счет советского народа был фашизм побежден, свергнут. И, может быть, из-за этого такого строгого режима тогдашнего. Так что, как-то так, вот, завтра попытаюсь на кладбище на это зайти, посетить этот мемориал, возложить цветы. Ну, и вот еще съезду, наверное, в Зеленодольск, посмотрю, что там. Точнее, через Свиярск я проехаться хочу по Волге. Ну, а потом уже, может быть, тусану где-нибудь тут, в Казани. У меня всего 4 дня. Так что, вот, надо успеть все основное посмотреть и заценить, так сказать, здесь. Так что, вот, 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 вот. Вот, 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 вот Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну таки вот добрался я до острова Свияжск Хотелось доехать на пароме, но паром отменили Не ходят паромы теперь С Казани до Свияжска не ходят И в общем-то я уже хотел никуда не ехать Потому что уснул я только часа два, а то и пол третьего И до этого был не выспавшийся Короче, я с утра, получается, мне пришлось рано вставать Чтобы успеть там на этот паром И его нифига не было И в итоге потом, только через два часа электричка И я вот сидел целый час, думал ехать или не ехать Целый час думал И в итоге вот очередной раз Когда ты думаешь ехать или не ехать Вообще Вот если в жизни возникает такая тема Вот ехать или не ехать Ехать Вот Всегда Всегда надо выбирать вариант Ну то есть идти или не идти там туда, да Делать или не делать Делать Вот так Так что в принципе я не пожалел Есть на что посмотреть тут Такой небольшой остров Религиозного такого плана, больше сказать Вот Свеяшка Там вот Казань где-то За бугром Казань Так пойду-ка я до теплохода доведу Спрошу куда он идет Редактор субтитров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну чеканил ее короче там такой У этого У Кузнеца 370 лет Пожарной охране А с другой стороны Иван Грозный Вот такой вот город Зеленодойск В общем-то я вышел там поднялся Конечно никогда таких я не видел подъемов Реально тут прям что-то слишком такой Ухабистый И решил проехать Вот у меня два часа было Я доехал до центра города Ну туда Как это центр Там озеро В общем там движуха была центральная Какая-то городская Сегодня Там все молодежь Обсыпались этими красками Индийскими В общем-то Да Не мог Говорится Если бы я не вышел бы здесь Я ехал со Свияжска Поехал в Свияжск с утра И на обратном пути Я просто был бы не я Если бы я не вышел бы здесь В этом городе Зеленый дол Станция называется Зеленодольск Город Я был бы не я Если бы я не вышел бы Потому что моя бабушка здесь Провела свою Свою молодость И Ее Мой дед отсюда забирал Вообще интересная история История любви моей бабули Я вот расскажу наверное сейчас Когда Когда Если не сейчас Пока я нахожусь В Зеленодольске И я должен наверное Рассказать это В общем моя бабушка Получалось в 37 году Расстрелили отца Ее Вот И она в общем-то Осталась потом Сиротой Мать умерла Через два года После того как отца Расстреляли И с двумя детьми В общем С Бладшими братьями Моя бабушка Как бы сиротой Осталась Ее В итоге Устроили сюда Работать По знакомству И то по знакомству Она была вынуждена Изменить фамилию Да у нее была фамилия Родионова Она изменила фамилию На Павлова Вот И была вынуждена В общем-то Как сказать Ну бы Она была Репрессирована Да Вот И вот Она здесь Работала Какое-то время На вот этой Железной дороге А потом Ее определили Там где-то Есть Селенодольский Судоверхный Завод Который Корабли Чинит Ее устроили Туда В общем Там она Проработала Какое-то время И потом Ее отправили В командировку В командировку В Баку Каспийское море На Каспийское море Отправили Ну и туда В общем-то Вот В 50 Получается В третьем году Что ли Заходит Корабль На котором Мой дед Вот Он туда зашел В Баку Мой дед Ее увидел А моя бабушка Она получается Ремонтировала Корабли Она красила Что-то там делала В общем Или промазывала швы Что-то такое И в общем Мой дед Ее увидел Вот Но не стал Подходить К ней Не стал К ней подходить И в общем-то Вот так вот Закончилась Первая Можно сказать Так встреча Которой Моя бабушка Не знала Через год Через год Мою бабушку Отправляют В Баку Ой В Баку В Питер Она была В Баку А через год Ее уже Отправляют В командировку В Питер И вот так Получается Что опять-таки Мой дед Волей случая Заходит В это время Когда моя бабушка В Питер На своем корабле Матросом Он был И видит Мою бабулю Подходит К ней Говорит Почему Вы не здороваетесь Она говорит Я вас не знаю А говорит Зато я вас знаю Мой дед Говорит Ну в общем Так познакомились В итоге Вот Пошли Погуляли Как говорит Моя бабушка Говорила Что просто Погуляли И все И на этом И вся встреча Закончилась Ничего Особо Мой дед Там ей Ну как бы Просто ходил Говорит Молчал И все Адресами Обменялись И потом Переписываться Начали Год Там Переписывались В течение года Тоже А потом Моему деду Якобы сказали Что моя бабушка Переписывается С матросом С хесминца Но это так и было Она переписывалась В общем Одна какая-то Завистница Которая там Моему деду Сообщила Ну и дед Дед мой Перестал писать И вот Так вот Что-то раз Бабушка Потом сюда Вернулась Она здесь Вот Уже Жила Там какой Пятьдесят третий Год был И вот Пятьдесят четвертый Пятьдесят пятый Вот И получается Получается Потом вот Она собралась Завербоваться На рыбный промысел На рыбный Промысел Куда-то Не знаю Куда В общем Далеко И вот Написала Последнее письмо Моему деду Ваня Я уезжаю Короче Все дела Все И вот Все Она уже Собирается Уезжать Ей надо Уезжать Получается Там завтра На вот Это вот Куда-то там Не знаю Куда Ее завербовали И Забегает Ее подруга Полина Гать Полин Там Горит на улице Два матроса Бегают Может Тебя ищут И Короче Бабушка Выбегает На улицу Вот здесь Где-то Зеленодольский И видит Как По улице Бегает Бегают Два матроса Среди Среди этих Двух матроса Был мой дед То есть Он Как бабушка Говорила Он Улицу Запомнил А дом Не знал Какой И вот Они бегали Искали То есть Мой дед Нашел Какого-то Матроса Здесь Чтобы он Ему Помог То есть Это не был Его друг Он сюда Мой дед Приехал А дед Был На Северном Флоте Мой Служил Дед Баренцево Море На Баренцевом Море Да Вообще Базировался Представляете Если он был На Баренцевом Море Он И на Балтийский Был И в Питере Был И на Каспийский Был То есть Как бы Ну Они ходили Вообще Как-то Непонятно То есть Они по всем Морям ходили Хотя Он Мой дед Был на Северном Флоте Ну В общем То Вот История такова Что дед Сюда приехал Бабушка Написала Письмо Ему И он Вот Счухал Это И вот Решил Сюда Приехать И забрал Ее Отсюда Да Были Деньги Говорит У него Бабушка Как говорила У деда Были деньги Только на Кольца На Обратную Дорогу Моя Бабушка Ему Билет Билет Покупала Потому что Не было денег У деда Дед Приехал У него Были Деньги Только на Здесь Зеленодойске У меня есть фотографии Все Как там Вот Они здесь Где-то В клубе Каком-то Все Вот Он ее Отсюда Забрал И уехал С ней Вот Так вот Она Жила Где На Старом Городке И она Всю жизнь Благодарила Была Довольна То Что И всегда Рассказывала Эту Вот Историю И у нее Кстати Фамилия Моей Бабушки Она Была Вынуждена Родионова Сменить На Павлова И так получилось Что у моего Деда Фамилия Тоже Павлов Вот То есть Ей не пришлось Менять фамилию Даже И у нее Оказывается Моей Бабуле Фамилия Это имя Имя Не Не Полина А Павлина По паспорту Павлина Хотя Дед Я все Называл Полина Я всегда Тоже Думал Что она Полина А вот Тут Лет Десять Назад Я узнал Что она Павлина По паспорту Говорю Как так Вот Вот Это такое имя В общем-то Вот Вот так И дела Вот так Вот я решил Поэтому этот город Посетить Зеленодольск Посмотреть Что да как Здесь Пройтись По Местам Своих предков Ну и вообще Посетить Вот Сияшка Сегодня Красивый Конечно Город Точнее Остров Ну как Красивый Такой Особенный Есть На что Посмотреть Зимой Я думаю Конечно Здесь Особо Ловить Нечего Жалко Не заснял Все-таки Вот эту Зону Я Конечно Тюрьму В первый раз Такой Забор Увидел С четырехэтажного Здания Проволочный Забор Который Высотой С четырехэтажного Здания Реально А то и Пяти Наверное Не знаю В общем Очень высокий Как будто Сетка Натянута Вокруг Здания Я еще Удивился А мне сказали Что это зона Вот так вот Зеков С такой Проволкой Охраняет Но это Надо было Конечно Заснять Как это все Выглядит Со стороны В общем Вот сейчас Жду Под закат Электричку Зеленодольска До Казани Побывал я В этих местах Да Вот представляете Какие раньше были Да Отношения Я в плане того Что люди Как влюблялись И женились То что вот Бабушка моя Там Да Вот Судьба Не судьба Как она говорит Ну вот так вот С дедом Ну это романтичная история Конечно Если они На одном флоте Увиделись На другом Там Море И потом Вот И говорит Вот еще бы день Вот еще бы день И Моя бабушка Говорит Я уехала бы И все Ну вот Дед вот Прочухал И вот Приехал На следующий день Она должна была Уезжать И говорит Все Я уехала бы И он бы Не нашел бы И он бы это вот парк урам все на самокатах в общем круто что сказать просто представляете вот так вот покататься в принципе я тоже так вот не отказался наверное так скатиться отсюда и туда вот поролон о как он бам в поролон и прыгнул вот эта машина это получается у нас это у нас 2 двойка да по моему называется но в общем то дело в том что вот эта ржавчина вся машина в ржавчине но это ржавчина как будто как краска то есть сам кузов то нигде не гнилой не прогнил вот нет такой таких прям дырок или что-то такое ну а вот кузов крыло конечно поменено да но прикол в том что вот такой кузов делали что сам-то не гниет но ржавчиной покрыт полностью как будто бы краска вот по факту прикольно в принципе вот такую тачку вот именно искусственно может быть приврать приводите евро в такой ржавый вид может быть это и специально сделали в ржавый вид и привели я не знаю какой кислотой обили обрели так что как-то так что еще сказать ходил я по казани везде в общем-то везде пока еще еще сейчас дальше пойду дальше пойду смотреть вот все там говорят что в казани много красивых девушек типа отличается она но я слышал там парней от мужчин как мне говорили что в казани много красивых девочек там новым типа может быть как сказать одеты или просто вот разных много для кого-то но не знаю то есть на вкус и цвет как говорится да для многих мужчин но вот лично я от слышал от нескольких парней которым я в принципе могу так доверять что в казани очень много красивых женщин и вот приехав сюда приехав сюда по своему опыту жизненному опыту я же был много где много где был и вот я решил как бы тоже этот момент так сказать понаблюдать если здесь такие вот красивые как как они говорят женщины к какому выводу я пока пока прихожу такому что здесь в казани я практически не видел женщин с этими нарощенными ресницами с губами то есть их намного меньше и как правило эти женщины они с москвы они с других городов то есть здесь действительно женщины выглядят просто они одеты проще красиво красивые какие-то платья ну то есть одежда такая она не особо выдает их то есть не особо вычурная то есть сама внешность женская здесь она действительно такая простая вот это то что может вцепить нормального мужика у которого еще в голова на месте не вот эти губы лосины натянуты ресницы вот эти да там но вся вот это вот эти салоны красоты как вы любите себя нацепить надеть приклеить к себе вот вот этого здесь я меньше вижу чем в москве я заметил то что просто вот их очень много здесь которые натуральные они вот здесь более натуральный выглядят так сказать но что касаясь то касается именно вот внешности татарской как это так что так татарки так там такие как это жена там это упал уволит гимнастка я уже забыла ты никак не могу вспомнить его как ее зовут вот в общем то самое вот такие ход почему-то я здесь мало вижу то есть татарки которую я вот определял именно по внешности по женской здесь я почему-то их не вижу ну то есть как татарки там выглядит шкулу такие да у них не обязательно что что она раскоса должна быть как сказать немножко такая да какие то есть нет татарки вот моем понимании это такая красивая татарка это даже с голубыми глазами может быть или как вот у павла воли да там жена вот таких вот почему-то я здесь все-таки мало вижу все на русском языке здесь по-русски все общаются по татарски ни разу не слышал чтобы кто-то вот общался все что я подслышу по татарски это вот в автобусных остановках ну или там остановки какие-то там объявляют по татарски на татарском языке вот все вывески на русском языке дублируются иногда не всегда дублируются тоже на татарский язык вот едет еще одна вот возможно татарка не знаю кто она но выглядит хорошо выглядит красиво вот сорта розовое дело но уже такая одиночка видно одиночка ладно она уехала в общем я хочу что говорил то что вот наблюдая здесь вот за женщинами здесь реально реально есть так сказать если в теории вероятности войти войти в теории вероятности то есть наибольший шанс все-таки здесь встретить действительно девушку попроще чем чем в москве допустим да чем в москве но это я уже схожу наверное от того что я имею общение там с парнями я имею общение с женщинами и получается что вот я вы делаю выводы на основе внешности на основе правда сообщи в общении я еще не могу сказать что я пообщался да вот с татарки с татарскими тут девчонками прям так вот но она все равно видно вы сами понимаете да вы сами понимаете что если девушка она выглядит проще в плане там как она одета как она там на себя краску наносит там все вот это то тут уже наверно все равно уже на этом даже основании можно сделать выводы как как они выглядят все-таки так она есть вот все-таки она так и есть ну да ладно в общем вот паркуром урам называется в казани да вот стать название его даже написано урам вот на стенде сейчас пойду туда дальше пойду посмотрю что там здесь говорят красивые закаты можно увидеть потому что солнце заходит примерно вот там вот солнце там заходит и можно увидеть красивые закаты сейчас еще рано времени для заката облаков много поэтому я пойду дальше я сейчас пойду в сторону кремля наверно если дайду идти идти-то не близко вот вот как то так сегодня у меня можно сказать последний день полноценный завтра мне уже улетать парки я посмотрел здесь сильно очень много красивых парков в казани то есть 300 метров от 300 метров идешь и получается что парк там 300 метров прошел парк 300 метров прошел парк ну то есть как бы вот все вот так вот то есть бар и бар и бар и улочка парк прошел сюда же еще один парк очень много парков плюс этого города то что очень много парков здесь вот как то так вот так что сейчас хожу гуляю ознакомливаюсь но в принципе говорю так что я сюда я сюда скорее всего вернусь если у меня будет возможность я в казань еще вернусь а вот питер не знаю ну не знаю но был я в прошлом году вот ничем не он не привлек не пак в зелени вообще вот практически один бетон 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 и дома парки основания то есть вот эти набережные все же все есть а вот зелени нету вот зелени вообще нету вот еще идут девчонки но такие уже татушнице зататуированы и вообще прям просто полностью как-то так вот она еще один раз пытается проехать и мимо меня конечно мне надо конечно же на роликах научиться наверное ездить я хоть может пау повыше буду выглядеть вот как она буду примерно с ее ростом то есть когда я буду на роликах я могу уже подъезжать девчонкам но и буду как бы в принципе с любой девушкой на одном росте потому что народ мест рост метр шестьдесят вот но не вышел я ростом а на роликах я если я подкачу получается такой то есть уже метр семьдесят ну как раз принципе там ни одна не заметит прям можно на роликах с ней с ней китами на горбу говоря на на одном росте поэтому наверное это вот единственный плюс научиться мне накататься на на роликах но не единственный второй конечно это физическое развитие вот 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 ну просто чувак отлежит ну а почему бы не прилечь ну а почему мне прилечь вот смотрите зеленая площадочка тогда тыр перду только солнце нет вот нету только солнца чтобы вот позагорать потому что на улице сейчас 25 градусов где-то точно есть 25 несмотря на то что сегодня с солнца нету дождливо но собственно говоря вот граффити хочу посмотреть еще не видел я подхожу сейчас что за рисунки тут так но это ладно это попроще ну вот пожалуйста это вот пример тем людям которые там разрисовывают вагоны был в зеленодольске был в зеленодольске видел тоже красивые граффити на доме ну то есть это уже прямо именно роспись была корабль сейчас я покажу его вот у меня фотографии есть вот это значит пример тем людям которые любят рисовать на вагонах на электричках да ты должен быть уверен что ты достойна этого а просто испортить внешность вагона там краску потом перевести и просто изуродовать закрасить окна людям чтобы они ничего не видели но это реально просто дебилизм это дебилизм потому что вот люди которые умеют рисовать они действительно рисуют красиво а вы ребят конечно просто занимайтесь херней а вот кстати стадион казань я еще там не был не уверен что я сегодня туда дойду потому что думаю что туда все-таки мне надо было бы идти именно когда будет был бы матч там да или будет матч с участием рубина казанского но к нашему сожалению в этом году рубин вылетел вылетел в другую лигу во вторую лигу как она называется профессиональная на в общем-то так что сожалению рубин в следующем году будет играть уже во второй лиге нашей не выше лиги не премьер лиги как она нас называется то профессионали до пфл в общем желаю казанскому рубину в следующем году выйти в премьер лигу чтобы он опять боролся за чемпионство и как прошло в прошлые разы там мог выступать европейских кубках и чтобы наша страна вышла вот так сказать из этого кризиса навязанного западным миром и чтобы мы в этой войне которая навязана западным миром в этой справедливой войне в которой мы имеем действительно и оправдание вот который есть действительно так сказать борьба за за справедливость и за существование украинского даже народа который останется да там не знаю кто там как это украина будет но она уже наверное не будет существовать в том виде в котором сейчас украина существует она не будет существовать конечно это очевидно просто очевидно украина уже не будет в том виде в котором она была все что происходит у них во всем виноваты они сами и под делом и поделом им все что произойдет это только лишь получается итог их у их жизнедеятельности вот и все вы знаете же да что каждый народ он достоин того государства того правительства которого он достоин так вот российская федерация она достойна того правительства которого он достоин у нас есть президент путин а вот такой вот и мы его достойны потому что он понимает какой у нас народ что и как и вот мы там пытались где-то там кто-то там пытался не я пыталась его там в чем-то там обвинить свергнуть его ну вот он сейчас борется там борется за наш за наш мир за наше существование не то что существование существование как державы как людей как единой нации многоциональной нации вот это большой народ наш российский вот который даже здесь я вижу откуда только здесь людей не приезжает и вот путин путин он борется за то чтобы тот же самый татарстан он был вот такой вот какой он есть понимаете а вот украина она к сожалению боролась боролась и вот доборолась до того что вот что у них сейчас происходит а вот когда я был в египте они там все сидят тут а вот украина а вот мы а вот такие мы а вот у нас все вот сейчас а вот нет я верю одна девчонка сидит я верю что наша страна и вот они все такие будет украина они как будто бы у них что-то как будто они стороны такая что вот они уже много произвели что-то я и задаю вопрос а что произвели что вообще сделали ну мари ну мы мы но я говорю что в этом сета самолет может какой-то изобрели или создали или что какие изобретения что вы так гордитесь то собой вы говорите там слава украине героем слава и вот она там ну мы там самолет сделали мрия какая мрия 85 года которая была создана то есть вообще народу то вот вот у них вот как говорится их сознание вот это патриотичное сознание который ни на чем не обосновано только лишь на каких-то вот придуманных придуманной истории своего народа что украинцы это самые там такие вообще вот люди которые достойны лучшей жизни но чтобы не происходило чтобы не происходило во всем будут виноваты русские вот как говорит мой один знакомый белорус как один мой знакомый белорус говорит что вот украинцы горит это такой народ такой народ который будет всегда говорить вот неважно как неважно что у нас хреново главное чтобы у вас тоже было хреново вот так вот понимаете да ну вот еще вот кстати по поводу граффити вот пожалуйста вот красивый рисунок красивый рисунок вот даже люди фотографируются вот как вставлять вот сделать граффити на фоне которого потом люди даже могут фотографироваться или хотят даже вот действительно красиво смотрите разве не красиво и вот молодая пара сидит и вот кайфует от фотографии вот такой вот уровень такой уровень граффити надо делать а ну вот кстати еще да я не заснял какие-то нарисованы ну хотя бы так хотя бы так ну вот и что дальше вот вот я не удивлюсь что я вот сейчас буду идти 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 и вот так вот я сейчас дойду наверное до кремля вдоль берега вот и все будет очень облагорожено берег облагороженный вот почему казань но это сейчас еще день да вот почему указать такая крутая по мнению вот это вот это пиздобол который там с прической одуванчика вечно критикует всех такой архитектор не в рот как говорится но не ставший архитектором и ни одного здания не построивший и критикующих критикующие все города придумавший его свой блог как он называется то б ппсм бпсм бдсм как бы да большая прогулка с мэром приезжающий там города и рассматривающий инструкту инфраструктуру вот он вечно там рассказывает о том какая к ну там какие там города вот критик такой может там докопаться до любого столба и сказать что вот такой столб плохой вот тут вот здесь столбы конечно они красивые да вот красивый столб там вот они там все идут вот такой вот хай-тек стиль так вот я чё говорю то что у него казань казань получается у него у него есть там видеоролик рейтинг городов россии рейтинг городов 6060 городов россии которые по его мнению там самые лучшие ну вот он начинает с того что самый худший ну то есть москву и питер он вообще как бы вычеркнул из этого списка потому что понятно что на москва и питер это типа для многих это вообще цитадель хотя питер мне не нравится я считаю потому что слишком очень его его слишком очень приукрасили это отдельная конечно тема но в общем то у него 60 городов вот он слишком так вот как по моему мнению это все как бы вот по своему мнению все это распределил адлер он поместил на 60 место у него видео так и называется лучшие города россии вот и адлер у него там на 60 месте потому что он считает что 60 место это то есть адлер он мог бы быть лучше чем он есть на самом деле вот а казань как вы думаете на каком у него месте на втором на втором месте вот ума у орламова на втором месте казани возможно благодаря его мнению я сюда приехал хотя говорю что у меня здесь очень много целей одна из главных целей пока еще не реализована завтра и и я ее реализую а чтобы ты мне это не стало эту цель схожу на кладбище к своему прадеду и возложил венки его имя там на мемориале так вот второе место него что меня больше удивило конечно это то что вот четвертое место какой город у него занял в котором я был четвертое место у него занимает воронеж воронеж у 4 место я не могу сказать что воронеж мне не понравился но абсолютно не могу его приписать к тому городу который лучше чем там но питер конечно круче да там понятно но воронеж не могу там плохой город но и при этом не могу сказать что он какой-то туристический такой профессия провинциальный городок чем в основании незнаю тему высновать что не воронеж занял четвертое место но то что у него казань на втором месте это абсолютно абсолютно точно это как минимум она должна была занимать тройку она должна была занимать тройку первую казань вот и все-таки еще у него первое место есть да этот город конечно же мне тоже захочется посетить уж если он казань посетил под поместил на второе место то него на первом месте какой город как вы думаете я сам был удивлен город наркоманов город наркоманов по статистике этот город занимает первое место но почему-то у него горка на романов который занимает первое место как 90-е года он может быть в двухтысячные по и наибольшим распространению наркотических веществ этот город был а вот екатеринбург именно екатеринбург и екатеринбург него первое место занимает надеюсь что я побываю в этом городе посмотрю что там такое почему же он так решил что там неужели неужели этот город еще крусть может быть он так видит ну конечно он может быть художник он знает как лучше посмотри девушка сидит зеленый пиджак как это как этот понять зеленый пиджак я таком вот москве я такого не видел надеюсь вот люди так вот одеваются вот еще у девчонки сидят но это надо конечно идти вечером когда будет подсветки когда будет подсветки гореть вот вот тогда будет круто на неделю надо конечно приезжать сюда не так как я я буквально тут на три дня это мое первое знакомство с этим городом и надеюсь не последняя а вот там еще есть памятник институт после институт ну да институт семьи музей семьи казан казан может он называется казан не знаю дойду я оттуда не дойду это как типа в орел и решке тоже сказали но вообще как бы казан это типа да я тоже также сразу и понял что казан это такой очаг очаг вот почему казань называют сказанию очаг семейный очаг так что может быть это татарский менталитет или вообще вот так все карты сошлись что казан это место такое вообще казань да казан казань это место для объединение всех нас вот от народного единства у нас есть праздник народного единства который там 4 ноября за 4 ноября в общем как бы праздник такой который объединяет наши все народы потому что мы страна многоциональная и вот такое ощущение что вот этот город этот как раз таки город который объединяет наши все народы религии здесь даже есть храм я его пока еще не посетил не знаю повидаю его или не повидаю 16 религий и как храм 16 религий это получается здание где все храмы они как бы объединены в одно но в одно здание то есть иудаизм католицизм то православие что там буддизм вот индой индуизм иудаизм там что я еще не назвал не знаю очень кому в общем как бы ислам и все такое там дальше 16 религии в одном здании вот вот здесь есть такое здание в казани которое можно посмотреть ну вот я даже сейчас еду мне нравится днем я конечно хотел вечером пройти вечером пройтись посмотреть что здесь происходит но я сейчас днем еду мне нравится реально ну круто круто конечно что я могу сказать если бы сейчас я на вечером шоу бы вот да еще и в каком-нибудь состоянии в таком не особо в более нетрезвым так сказать то наверное мне бы прям вообще я был бы как в сказке вот только я еще в волге не покупался здесь в казани это конечно заходил уже волгу но далеко далеко от туда в сторону москвы и в твери купался как-то и нет не в твери в конакова есть такой город конакова в общем волгу я уже окунулся но указание пока еще нет потому что как-то оборудованных ближе оборудованных пляжей пока еще не встретил вот так вот как как-то так сейчас наверное мне надо все-таки найти какую-нибудь такую лежанку где прилечь ну реально вот еду еду и прям и кайфую по набережной вот смотрите вот и девчонки ходит ну как вот так то есть какая-то такая вот молодежная все-таки больше атмосфера больше молодежная сам я в хостеле живу хорош хостел мне очень понравился сначала заселился в другой а в тот который вот этот хотел в котором я сейчас живу первый день не было и всех хостелов из всех которые выбирал ну раз уж я сейчас вещаю я вам скажу какой мне понравился я думаю что вам он ну тоже я думаю что понравится как говорится цена и качество цена и качество хостел география находится в центре недалеко от бауманской вот этой улице площадь баумана так что вот если кому интересно по моей рекомендации я рекомендую хостел география я думаю что он соответствует там хотя бы кондиционер работает все в белом цвете как-то такая вот аранжировка благоприятно что ли как то все там сделано все подписано там номера называются по городам мира я живу в номере амстердам там другой номер называется банкок третий номер называется париж в общем как то вот так вот хостел который сделан для тех кто любит путешествовать но посмотрите нет новые новые что вот вы представьте вот посмотрите вот это вот получается берег берег имеется ввиду реки ну как рассказать ухабистый да я вот вижу что здесь подсветки вот везде подсветки они идут вон там вот видно вам или нет как это будет смотреться и ночью на это будет конечно очень круто еще велосипедисты ездят велосипедисты катаются так что вот я нон-стопом веду снимаю конечно это круто растения какие здесь на высажены то есть видно что что здесь работают здесь реально архитекторы вот эти дизайнеры они привлечены ну то есть со стороны харламова то есть имеется ввиду варламова варламова этот город действительно он такой вот как сказать в плане дизайна архитектуры он очень развитый наверно все таки скажу что после москвы это второй город по инфраструктуре если не первый ну реально если так вот подумать уже я понимаю что казань это город это город который действительно очень много вложено в плане вот каждый уголок к каждый как сказать каждый квартал каждый каждый там 100 метров они вот облагорожены вот я такого что ты дешевый какой-то неприметный вообще просто идешь в каком-то гетто все сделано для людей все красиво подсветки чисто урны везде урны все есть плитка нигде не отваливается как это любит варламов говорить вот действительно так она есть красивые люди какие-то но не знаю вот как это ну или как-то как это объяснить то есть все вот все вот ты дешево ты действительно казани она тебе я не напрягает вот все так вот прямо душевно божественно ступеньки вот там ступеньки какие-то примут вверх 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 можно подняться так что как-то так да по набережной здесь покататься круто вот единственно кстати место где я точно понимаю что надо здесь брать самокат я в москве как-то брал самокат здесь как-то я боялся потому что везде перекрестки светофоры какие-то ухабистые места бордюры а вот набережная это как раз таки это самое место где вы можете взять самокат напрокат или велосипед вот как девушка на велосипеде получается что набережная это самое лучшее место для проката самокатов все хотел отключиться но вот так получилось что вот иду иду и снимаю и и как-то интересно вот все действительно здесь очень круто я вот теперь понимаю что ну блин казани ну да ну ну да ну да ну да вот ну разве ну что посмотрите все закат как это круто здесь ну да ну да ну и вот тут чайка чайка она взлетает на взлет пошла пошел пошел по шоу боинг в общем как бы вот так вот все красиво все ли людей есть люди которых я знаю которые отсюда приезжают москву вот опять эта козочка ездит ищет 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 самца 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 ищет своего самца но не нашла она все ждет когда он ей по ногам прям чем-то надо чтобы она остановилась сказал куда ты едешь давай со мной поговори как с тобой поговорить если ты все катаешься на роликах ты подъедь остановись рядом присядь мы поговорим она все катается рисуется рисуется вот уже вся казань уже просто уже все все ее знают но никто с ней не поговорил вот как-то так у меня вот колонка тут harman кордон моя я ее не могу качать одновременно когда я снимаю ну и ладно зато вы слышите мой голос и о чем я сейчас вам ведаю смотрите какой небо вот как космос вообще просто ну что это 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 вот такая вот природа казань на конечно много уже интересного я здесь я и у людей узнал где поесть ну где поесть если вы досмотрели я бы все сказать что если вы досмотрели этот ролик до конца то вы можете в конце ролика увидеть как стеснее внизу ролика увидеть название этого места я забыл сказать как он называется да я не могу сейчас помнить но если не заходил туда это не местный житель посоветовал как же называется то сейчас попробую ну таки в общем то вот я сейчас подошел кремлю с набережной шоу я получается с парка горького с парка урам дошел до кремля надеюсь что с этой стороны вход что я не прогадал хотя скорее всего может быть и со внутренней но мне очень хочет надеяться что я сейчас приду ко входу и зайду внутрь потому что если я сегодня зайду я не уверен что я зайду завтра туда ну вот собственно кремлевская набережная так и продолжается вот она казань в облаках казань в облаках облачная прекрасная погода теплый ветер как я люблю вот эта погода такая воронья погода это вороны вороны вылетают вылетают в теплую такую прохладную как бы днем было жарко вечером наступает такой ветерок теплый ветерок и вранье вылетает начинает ловить всех свою жертву только дождя еще не хватает слушайте но в общем то я не знаю здесь есть вход или нет я все-таки хочу попасть туда за этот забор хочу попасть в кремль сам именно сейчас пройтись и заснять что там есть потому что когда если не сейчас сейчас подальше попробую зайти туда вот она вот она цитадель татарстана вот сейчас я захожу в кремль ну опять-таки бизнес бизнес everybody everywhere вот пожалуйста все вот тут должны стоять фсошники но ничего-то никто меня не сохраняет ну и ладно как бы все сейчас воронье сюда прилетит сейчас я буду тут смотреть по полной программе дай бог хватило бы вообще аккумулятора вот сразу вижу флаг развивается российской федерации это значит что все хорошо все здесь хорошо самое главное мир все уходит все уходят обратно потому что ветер начинается сейчас возможно пойдет дождь все идут обратно видите вот я иду один а все как будто бы против течения в итоге то и все таки я оказался внутри кремля а у меня разрядился телефон и в итоге вот сейчас расскажу вам историю я сделал себе фотография вот где вот эта пара сидит я сделал себе такие прикольные фотки но я сплагиатил в общем подходили такие две девчонки там все женщины можно сказать а я притворился что я иностранец что я с ирана я не русский в общем я с ним познакомился hello how are you там туда-сюда вот nice photo you have a nice photo i want the same can i ask you power bank can you give me power bank они дали короче зарядиться и вот в итоге они мне сделали фотки вот такие вот тоже такие же как у них в общем короче вот все стандартно все стандартно в общем как бы у подруги спросил как сказать ты мне нравишься там не сказала и я в общем ей признался что ты мне нравишься хотя на самом деле конечно нихуя не нравится я просто решил проверить их могут ли они вычислить не акцент они не вычислили ничего вообще то есть они реально поверили что я с ирана если говорить про чемпионат мира 2017 года когда на николаевской улице там или как называется есть такой чел который блогер получается да он блогер может быть не такой популярный и в общем он говорит что он притворился полякам ягод так на английский английский знаю но у него внешность европейская больше наверно чем у меня и вот он как бы блин кем не привод при притвориться и он год я вот поляк потому что поляки они все-таки больше похожи на нас не вот так как раз сборной польши там типа играла там в общем это я поляк вот и они поверили они поверили и они прям реально вот давайте блин все давайте общаться молодой человек понимаете как происходит это в этой жизни все так всего слишком обманчиво все это очень слишком обманчиво мне это вообще как-то очень не нравится не знаю не знаю не знаю вы вы мужчины вообще вот вы русские вообще понимаете что вы защитники родины вас поздравляю с 23 февраля вы такие классные но при всем при этом приехав американец какой-то и какой-то поляк или француз или англичанин как бы де-факто враг нашей страны ну как сказать не дру из недружественного государства человек вот таким парнем и мужчиной наши женщины они будут больше хотеть общаться то есть ему не надо вообще ничего говорить в принципе он может просто подойти и улыбнуться сказать и все и все и вот они будут общаться с вами мне кажется что этот мир сходит с ума и он во мне много лжи в нем много много лжи вообще просто не знаю как то так в общем то сейчас я пойду до до отеля так она уже все там прохода нет так я так полагаю что там уже все там прохода нет там нельзя пройти до ну ладно а мы проверим есть такая пословица не пословица вибрии написано стучитесь его отворят просите и вам будет дано но это не всегда по играет до здесь здесь короче закрыто но если 10 раз вы постучитесь закрытую дверь как минимум один раз вам точно откроет поэтому никогда не надо верить людям вот моя прогулка она уже целый день целый день длится с утра наверное может быть последний раз и крайний раз в этом путешествии я себя запечатлю на фоне казанского мусульманского собора как он называется и не помню сожалению в общем как бы иногда так смотрится на девушка у кого то есть свой вкус который может привлечь мужчин но грамотно грамотно иногда действует конечно самое самое если вы не хотите проиграть вообще в плане одежда как как одеться как одеться женщине как вообще женщина должна выглядеть именно в плане одежда чтобы вот никогда не проиграть пойдете вы в клуб или вообще просто будете идти по улице как сказала коко шанель у каждой женщины должна быть черное платье это не только одно вот сейчас кстати здесь какая-то алия слава георгиев георгиевские леночки ну вот так вот в виде столбов они сделали ну ладно оставим пока это отдельно тут о временах вот этих тяжелых временах советского времени об испытаниях советского народа и как этот народ наш народ преодолел это вместе так вот по поводу того как должна одеваться женщина чтобы выиграть я имею ввиду выиграть в том плане чтобы прям вот всех самцов при привлечь вот она пришла в клуб и это сука и сейчас я буду немножко подальше за забор чтобы это сука она прям вот была сукой сукой среди всех сук находящихся в этом клубе как сука должна выглядеть чтобы она была сексуальна чтобы она была наиболее как сказать привлекательна черное платье конечно черное платье не черное платье а черное облегающие платье черное платье знаете как это должно выглядеть получается обтянутая в талии мини-юбка черное и это все сливается получается в одном платье то есть мини-юбка обтягивающая она сливается сливается уходит без рукавку либо вообще она обрезана либо еще такие небольшие плечики где вообще лучше без рукава чтобы плечи были грины еще у него какой-нибудь ошейник перетягивающий а еще лучше чтобы грудь так немножко на эти такая грина перетягивающий в общем какие такие такие платья есть короче которые в общем все подчеркивает это все челом цвете они обтягивают и вот перед таким платьем если у вас есть хорошая фигура ни один самец не устоит в том числе и я вот это вам мой лайфхак как лучше всего одеваться в плане того чтобы завоевать полтанический мужчину вообще просто так сказать на себя акцентировать ну что продолжая съемка в общем покажу где я живу где я заселился ну потому что плюс плюс городу казани то что в самом центре вот там бамунская улица получается уже это как арбат в москве вот центр города получается такой как как здесь река я не знаю что это кстати как называется вот уже закат идет ну в общем то как то вот так вот центре я поселился да guest house взял получается ну можно конечно найти и подешевле вот я за 500 рублей 700 рублей guest house в центре вот там вот я до этого жил но мне не понравилось там fresh называется вот а сейчас вам покажу guest house в котором я живу 700 рублей как можно жить недорого приехав в город такой как казань но Ну, в общем, вот хостел называется география. География. В общем, из всех, которые я выбирал в интернете, он мне понравился. Ну, в первый день я не смог сюда заехать, потому что мест не было. А во второй день, был на один день, я в итоге продлил, там получилось так, что люди выехали, и вот я на второй день, на два дня заехал сюда. Сменная ововь, как положено. Ну, прикол в том, что здесь номера не под номерами комнаты, а под названиями городов. Короче, вот я в Амстердаме живу. Там Бангкок, там Париж, в общем, там где-то Пекин, вот. Ну, девочки с девочками, мальчики с мальчиками, типа как положено, хотя должно быть все наоборот. Ну, в общем, как-то так. Сейчас покажу, как выглядит. Вот такой вот номер. Тут как бы все с видом на улицу. Работает кондиционер. Тут живет вот коллега. Не знаю, откуда он может быть в Сирии. Откуда ты, братан? В Иордании. В Иордании? А, я думал, ты сириец. Нет. Ну, они все арабы, они все сириецы. А, я подумал, что сириец. Ну, близко, близко. А ты был там в Сирии? В Сирии нет, нет. Ну, рядом с Иорданией был. Да, да. Проезжал. А это ты в Израиле? Я? В Израиле, говорю. В Израиле был? Да. В Израиле был. В Израиле, да. Это моя сторона вообще, Израиль. А ты в Израиле? Возможно, у меня есть кровь израильская, но я сам русский. Ну, понятно. Ну, я знаю, как это. Я знаю, какие годы там. Я вот снимаю пора это. Ну, показываю. Ну, я помню. Хороший гестхаус, да? Как ты считаешь? Да, нормально. Ну, типа, ну, заселиться в любом времени. И там, ну, администратор там очень хороший. А вот комната там все чистые. Ну, да, да. Не, а то, что еще здесь белые цвета преобладают. Вот это вот в белом цвете все, да? Ну, да, в белом цвете было так. Да, 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 уютно. Сейчас еще покажу тут. Постель. Ну, в общем, как бы вот. Здесь, как всегда, зарядка. Кто не знал, что такое гестхаус, вот, пожалуйста. То есть вы лежите, вот получается, как в купе, да, грубо говоря. Но есть гестхаусы, где там, допустим, нету кондиционера. Здесь хорошо работает кондиционер, то есть свежо. Вот на втором этаже я здесь лежу, мне свежо. А вот до этого был в гестхаусе, я просто страдал, потому что духота. А почему? Потому что там не работал кондиционер. Окно открыто было, но все равно душно было. Вот парень зашел, который на первом этаже жил ночью. Он заходит ночью и говорит, ебать. То есть потому что очень-очень было душно. Вот. А здесь, в этом гестхаусе, по крайней мере, в моем номере, да, вот. Все вот так вот обустроено. То есть ты вот так вот можешь задвинуться. Все, как положено, там все, все дела. Все. Вот так вот лежишь, кайфуешь тут, заряжаешься. Как говорится, мастурбируешь. Что хочешь, делаешь, да? Вот. Ну, сейчас так покажу. Дальше там. Кухня. Как выглядит. Так, ну, мы еще поговорим с тобой насчет Иордании. Насчет Иордании мы поговорим. Да. Ну, как вот туалет, допустим, выглядит, да? Вот такой вот туалет, в принципе. В нормальном гестхаусе должен выглядеть вот так вот. Нормальный туалет. То есть чистое, в белом цвете, с подсветкой. То есть девочки, женщины, ну, все как положено. Мужчины, все живут, как говорится, как и должно быть. Одна казарма, но комната отдельная. Ну, в общем, вот, чем мне понравился этот гестхаус, то, что в белом цвете, белый цвет перебродает, преобладает белые цвета. В общем, вот так вот. Ну, я сам люблю географию. Так что... Ну, все написано везде, там, да, всякие вот эти вот темы. Купюры, свои розписи, может кто-то где-то оставить. Фотографии. Вот. Ну, вот еще номер Стамбул. Ну, то есть вот обусловлено уже. Каких на горах кто не живет. Девочки отдельно, мальчики отдельно. А вот это вот кухня. Ну, да. Вот. Тилл-аут зона. Тут люди отдыхают. А это кухня. Бесплатный чай, бесплатный кофе. Короче, вот в нормальном гестхаусе, как минимум, должен быть этот набор. Чтобы, если с утра вы встали, могли хотя бы чайку попить. Микроволновка и холодильник там. Общая кухня, в общем. Какая-то коммунальная квартира. Коммунальная квартира, как в советское время. Вот так вот люди живут. Вот, ребят, тут месяц уже целый, да? Андрюха, ты уже целый месяц, да, здесь живешь? Вот, ребятам нравится. То есть, наверное, если бы им здесь не нравилось, они бы здесь целый месяц не жили. То есть, сутки стоят 700 рублей, а вот ребят сняли на целый месяц за 10 с половиной тысяч. За 10 с половиной тысяч можно на месяц снять. Вот душевая. Мужская душевая. То есть, как она выглядит. Ну, обычно душевая, в общем, ничего такого. Самое главное, что все чисто. Более-менее чисто. В белом цвете. Вход только для персонала. Ну, там, походу, что-то варят какой-то, не знаю, там, формулы какие-то химические. Химию какую-то варят там. Ну, чтобы всем было весело, наверное, я не знаю. Что-то они, мне кажется, добавляют там. В чай. В чай, в кофе, что-то добавляют. А это вот тоже там. Постираться можно. Прачечная. То есть, каждый может постирать свои вещи. Так что, в принципе, все самое необходимое, оно есть. Ну, тоже лаунж-зона. Это уже здесь, я так полагаю, в основном, женщины живут. Токио. Риво-де-Жанейро. Риво-де-Жанейро. Париж. Но в Париже уже, походу, самых таких пожилых заселяют. А это женская, да, душевая? Нет. Нет, общая. Одежда. Да, все вместе моются. Ну, как бы вот так. Ну, посмотрим, что там. Такая же душевая. А, тут даже ванная есть, видите? Как-то душно. Вот так выглядит хостел. То есть, в принципе, более-менее нормальный хостел. Скажем так, нормальный хостел. Нормальный хостел вот так вот выглядит, существует. То есть, я всем рекомендую, абсолютно точно могу сказать, потому что у меня есть с чем сравнить. Так что вот. Сейчас вот поставлю телефон на зарядку. Пойду дальше, наверное, снимать ночную Казань. Так что, в принципе, вот нон-стопом я сегодняшний день практически снял нон-стопом. Ну, наверное, прикольно вот именно реально снимать вообще вот полностью все. Я бы понял, что прикольно, наверное, полностью снимать, когда ты вот идешь-идешь и показываешь, что и как происходит. Потому что, когда ты хочешь заснять что-то, то, что тебе нравится, там, вот буквально минута, а между этими промежутками оно все равно происходит. Ну, вот я вам показываю, как оно происходит. Более-менее. Вот я начал снимать где-то в 3 часа. С утра я и не снимал, хотя можно было показать. Завтра, возможно, покажу, где я сегодня обедал. Вот, хорошее место есть, где можно пообедать. Я уже сегодня говорил про него. В общем, может быть, завтра покажу. Засниму. Исфара называется, да? Исфара, я вспомнил. Это просто, может, чистота кадров такая. Ну, вот такая вот набережная. А, тоже у тебя мерцается. Вот, а сам товарищ, товарищ из Иордании. Привет, привет, из Иордании. Ну да, учится в Саранске. Медик, будущий медик. Хуёвый. Хуёвый, да? Ну, ты потом куда поедешь-то работать? В Россию или в Иордании? В России точно не вариант. Не вариант? Не вариант. Мало платят, да? Да, мало платят и еще налогов до хуя. Затем это мне надо. Ну да, невыгодно. Не вели мы вообще. Вот так вот мы и живем. Образование отдает Россия. Работать будете по другой стороне. Это надо заснять. Таких памятников я еще не видел. Памятник феминизму. Да, правильно ты сказал. Даже сирийский парень, ой, иорданский парень понял, что это памятник феминизму. Почему к феминизму? Вроде кажется, стоит чувак. Часы у него были. А он стоит вот в надежде, в надежде какой-то, что она, блядь. Вот там еще один памятник. Самый главный. Цветы у него есть. Да, цветы. Цветы, да, да, да. Ну, у него есть другой букет. Во! Вот это главный. Это гордый, гордый цвет. Да, да, да. Да, и вот он как бы такой вот. Блядь, ну высокий, конечно, чего сказать. Да, высокий, ухаженный, обеспеченный. Обеспеченный, да. Рубашечка, все как положено. Обеспеченный, как раз. Да, 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 да. Но памятник прикольный, конечно, да. Это вот называется памятник оленей. Памятник оленизму. Оленизму, блядь. По-другому, ну как еще скажешь. Хотелось бы, чтобы вот так оно было, конечно, всегда. Да, чтобы любовь, вот так вот все, все как положено. Это же игра слов. Море, море, но ты считаешь как море, как море. Ну вот, к сожалению, в нашем государстве, по крайней мере, или вообще в мире, вот это уже устарело все. Вот это любовь, блядь, все вот эти чувства, стихии. То есть, что получается? Она уже схавала, а чувачок на меня подсел. То есть, он уже от меня зависит. Все, ты уже, парень, ты уже все. Твой мозг уже там, между ног у нее находится. Как бы, да, типа того. Вот, она это все считала. А таких, как ты, у нее еще. Там приезжает Вася на машине. Ты пришел, где машина твоя? Мерседес, блядь, почему рядом не сделали? Нет, нет, у него ухажали. А, часы, часы есть. И там роликс. Часы есть, да. Вот, смотри. Роликс на латвинском, потому что написано все. Вот, раз, два, три. Ну, да, да. Вот, смотри, какие тупые. И самое главное, нет, чтобы в окне в каком-нибудь она там была там. А то вот стоит в ресторане в каком-то. А с кем она в ресторане там зависает? Она там уже с кавказскими. С кавказскими мужчинами уже зависает. А ты такой, надеюсь, что ты стоишь. Ну, ладно, давай, братан, удачи тебе. Давай, связи. Если что, обращайся. А вот это еще, смотри, и следующий памятник. Причем вот просто чуть отошли, и еще другой сразу. Вот Казань. Казань какая-то, смотри, прям вся в каких-то памятниках. Не, ну, он о чем-то говорит. Мальчик. Ну, ну, как все там. Доверие. Доверие, подарок городу. Лучшая малая архитектура форма с номером компаса. Доверие. Ну, не знаю. Типа она доверяет, что он там. Не отпускает. Не отпускает. На самом деле. Последний раз спасает. Но все равно прикольно, конечно, они делают. Вот эти косички даже. Металлическая. Ну, из бронзы. Прикольно, прикольно. Нормально. Молодцы. Ну, что, настал новый день. Крайний. Сегодня улетаю. В общем-то, решил я на крайний день отложить поход на кладбище, чтобы не портить себе настроение перед вылетом. Вот все-таки я сейчас пойду, куплю цветов и посмотрю мемориал этот, где мой дед должен быть, так сказать, где его похоронили. Конечно, не знаю. Вообще, странно, что здесь похоронили. Мне даже как-то не верится. Потому что, если людей расстреливали, то где-то расстреливали в лесах, наверное. Не знаю, или где. Прямо здесь, что ли, в самой Казани. И такое количество человек, там несколько тысяч человек, получается. Неужели их всех хранили здесь прям? В самой Казани. Как-то даже немного странно. Но так, по крайней мере, по бумагам написано. И его имя там выбито. Но уже сам факт. Так что идем сейчас на Архангельское кладбище. Ну что, еще одна очередная площадь. Украшенная. С фонтанами. Не всегда получается снимать. Идешь, идешь. Постоянно парки какие-то появляются. Постоянно площади. Ночью, конечно, еще круче все это смотрится. В общем, конечно же, да. Казань, конечно, да. Она очень развитая. Развитая. Видно, здесь люди живут умные. Это так сказал вчера. И орданец. Так что, милости просим в Казань. Я думаю, что, конечно, вернусь еще сюда. Не знаю, как скоро. Может быть, и этим летом. Кто знает. Не знаю. Ну, мне Казань понравился, конечно. Очевидно, тут еще много чего можно посмотреть. Я всего лишь, ну, три дня, что там успеешь. Из-за этих... Первый день я вообще уставший был после суток. Второй день я в Свияжск ездил. Так что, по факту, я только вчера погулял днем. И вечером прогулялся. Удивительно. В Казани еще стоят такие колонки. Это не первая, кстати, которую я вижу. И, наверное, работает, да? Прикиньте, да? Прикиньте. Я помню, на Кубинке тоже такие были. Даже до сих пор где-то еще видно. Стоит там такая. Но уже не работает. Вот так вот. Еще отголосок Советского Союза остался. Кажется, вот. Я уже и пришел. Да. Вот. Где-то здесь должен мой быть дед выбит. Так, на букву Р Родионов фамилия была. Родионов. Родионов. О, БР. Ура. Должен же быть. Не может такого быть, чтоб не было. Есть все по документам. А, они с двух сторон еще. Боже мой. Ничего себе. Представляете, сколько вот так людей, да? Просто сколько людей загубили, а? Вот здесь, значит. Да. Вот он. Вот он точно. Родионов Иван Васильевич. 1895. Версов. Субтитры создавал DimaTorzok Простите живых. Субтитры создавал DimaTorzok Простите живых. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Простите живых. Субтитры создавал DimaTorzok Янтамир. Да, это такой какой-то нерусский. Фамилия нерусская. Звучит прикольно. Ну, в общем-то, вот список еще может пополняться будет людьми. Так что минимум миссия моя выполнена на этот отдых, как сказать, на эти выходные, да, я съездил на три дня и посмотрел Казань, посетил места своих предков. В общем-то, как-то так. Пора, пора домой. That's all. Вот и все. Тут, кстати, вот все прикольно. В Казани даже есть такие вот капсулы, где можно поспать. Интересно, вдвоем тут можно? Или она только одноместная? Вдвоем со стевардессой, да? Ладно. Пойдем. Сейчас, короче, уже через полтора часа вылет. На такси ехать оказалось вообще быстро, буквально 20 минут я доехал. Так что аэропорт от Казани вообще находится рядом. Очень даже рядом. Ну, наверное, если в следующий раз буду возвращаться, я попробую электричкой добраться. Типа аэроэкспрессом. Вот он, мой 17.40 в Москву. 17.40. Check-in, уже посадка. Регистрация, точнее, да. Ну что, пойдем зарегистрируемся, пойдем зарегистрируемся. Так, а там я, кстати, не посмотрел. А, ну вот оно, да? Вот тут все рядышком. Аэропорт маленький. Не то, что в Москве. Или в Бангкоке. Ну, это, конечно, не самый большой. Но из всех, которых я был, в Бангкоке самый большой, который я видел. Аэропорт. Так что, как-то так. Короче, понравилось сказать. Я думаю, что, возможно, этим летом еще туда вернусь. Так что, как и так вот. Так что в Кернии было желание. Так что это работает с Рtern Balance. Да так Pars toAD. В Бангкокке. Так какой, был, зря ran. Да так ту, ну слалкивался. На супермаркокке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА